Здравствуйте! С вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам, и я нахожусь в фирменном магазине Вершки и Корешки. И у меня тут на столе продукция, о которой я могу говорить бесконечно. Это наши партнеры фильма Родоград, и они выпускают разнообразные масла пищевые. То есть это масла, которые холодного отжима с сохранением всех питательных веществ. И вот именно кедровое масло, это самое мое любимое масло из всех наборов, оно обладает поистине уникальными свойствами. Кедровое масло, наверное, единственное, которое применяли при лечении больных, которые ликвидировали Чернобыльскую АЭС. И у них были тяжелые поражения желудка, и именно кедровое масло, оно обеспечило обезболивание и пролечивание. Вот именно тяжелых поражений, в том числе и радиационных. Ну, это и, в общем-то, и не вызывает удивления, потому что само по себе кедровое масло очень хорошо защищает от солнечных ожогов. Благодаря высокому содержанию токоферола, ну, то есть витамина Е. Поэтому кедровое масло можно использовать наружно, как солнцезащитный крем, и именно витамин Е, он защитит от солнечных ожогов. И можно использовать после того, как, в общем-то, вы обожглись. Также оно обволакивает стенку желудка, и вообще кедровое масло, выпитое натощек, оно действует вот как целительный бальзам. Желудки становятся очень хорошо. Если вы собрались применять кедровое масло именно вот как вот в лечебном плане, то это нужно чайную ложечку именно до еды примерно хотя бы за 30 минут выпить. Вот, за завтраком. Ну, можно и за обедом. Вообще, это 3 раза в сутки можно, 3 раза это слишком, наверное, много. Я вот один раз это чувствую, хороший эффект, после того, как применяешь кедровое масло холодного отжима. Ну, во-первых, очень сильно укрепляются и ногти, и волосы, и причем сразу же тянется рука. То есть, используйте как маску для лица, и кожу волос подпитайте. Везде кедровое масло очень хорошо справляется. Ну, это не основное достоинство кедрового масла. Кедровое масло, прежде всего, за счет большого содержания поленасыщенных кислот, оно уменьшит содержание холестерина в крови, значительно способствует снижению веса. И кедровое масло просто само по себе очень вкусное. Его можно использовать при заправке салата. Причем оно более жирное, чем подсолнечное масло, его уходит совсем чуть-чуть. Поэтому лист салата, полито кедровым маслом, это вот совсем не то, чем лист салата, покрытый подсолнечным маслом. Кедровое масло, конечно, гораздо вкуснее, оно используется в разнообразных соусах. Но это вот такое совсем уж жирное использование, потому что кедровое масло, оно очень хорошо для именно косметологии, очень хорошо для лечения. Наверное, оно не заменило, особенно при удаленных желудках, при прооперированных желудках именно по поводу рака. И лучше средства я вот даже и не знаю. И кедровое масло можно использовать в косметологии, добавлять в ваш обычный крем. Поэтому вот главное выбрать компанию, главное выбрать магазин, где можно это взять. Ну, во-первых, это вот можно зайти в фирменный магазин «Вешки и корешки». И вот фирма «Радоград», которая использует холодные отжимки кедрового масла. Вот попробуйте, заходите.